Всех приветствую на своем канале. В этом видео я расскажу как настроить гитхаб и сделать свой первый коммит. Сразу после регистрации не спешим создавать репозиторий. Сначала зайдем в настройки разработчика и создадим адсис токен. Он понадобится, чтобы пользоваться гитхаб из командной строки. Здесь мы укажем для кого создается токен. В нашем случае мы создаем его для себя и зададим срок его действия, если токен задается для кого-то еще. Далее устанавливаем, что можно делать с помощью этого токена. Если токен создается для себя, то можно поставить полный доступ. Далее нажимаем Generate Token и обязательно сохраняем его себе. Затем нам понадобится скачать и установить гит. Ссылку на него я оставлю в описании. Все параметры при установке можно оставить по умолчанию. Теперь приступим к созданию репозитория. Укажем имя, описание, доступ к репозиторию, гит игнор и тип лицензии, если нужен. Итак, репозиторий создан. Теперь настроим командную строку. Авторизуемся с помощью команд gitconfig. Global Username установит имя глобально и Global User Email установит почту. Теперь осталось только внести логин и токен в диспетчер учетных данных. Втроку адреса я оставлю в описании. Далее вводим логин, а вместо пароля вписываем сохраненный токен. Теперь настройка завершена. Попробуем загрузить свои файлы в репозиторий. С помощью команды gitclone клонируем репозиторий себе в папку. Затем я внесу изменения, скопировав в него новый файл. С помощью команды git add мы найдем внесенные изменения. Если возникает ошибка notedit repository, это значит, что консоль сейчас открыта вне репозитории. Перейдем в него с помощью команды current directory. Теперь в скобках указана главная ветка репозитория main. Снова выполним команду git add. С помощью команды git commit соберем версию репозитория. Флаг m позволит ввести имя текущей версии. Настоятельно рекомендую делать обоснованные имена коммитов, чтобы в репозитории было понятно, когда какие изменения были совершены. И с помощью команды git push отправляем изменения на сервер дитхаб. Теперь все файлы из коммита можно увидеть в репозитории и посмотреть, какие были внесены изменения. Итак, в этом видео мы настроили git и рассмотрели базовые команды для работы с репозиторием. Надеюсь, это видео было тебе полезным. Если остались вопросы, задавай их в комментариях. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал.